итак 15 и так 15 килограмм масла за сегодня и еще пока даже взбивается я даже не знаю сколько сейчас я это уберу в морозилку спина отваливается убрать боже неужели я переработал почти все сливки за не знаете три дня что она сепарировала добрый вечер здравствуйте мои дорогие я продолжаю снимать ролик вот у меня переработка молочки сейчас на кухне продолжаю все тем же самым заниматься вот маслом и за сегодня она и побила все рекорды я сделала столько масла и топленого и обычного сейчас планирую побыстрее вернуться домой пол восьмого вечера дети поужинали хотят чтобы я помогла сделать уроки принципе я там поручение дала может быть старшие помогут младшим может быть и дождутся и меня а вообще у нас еще закончилась вся выпечка и я знаю что утром они будут ждать пирожков пирожочков каких-нибудь плюшек вот и думаю что как раз вот сейчас вечером когда деток уложу займусь еще и тестом ну в общем дым коромыслом все как говорится опять кипит моих руках и надо срочно срочно все быстрее быстрее тем более что сейчас у саши болит спина и мне приходится еще бегать на хозяйство слава богу не все так критично как мне показалось первый момент ну принципе все испугались и он в том числе но сейчас вот смотрю потихонечку помаленечку ходит делает дела вот я ему помогаю так посмотрим как там сбивается она чуть-чуть от осталось уже видно что совсем немножечко сегодня эта маслобойка работает без перерыва конечно если бы она была большего размера я бы все за пару раз и сделала они 10 раз бы ее за день гоняла ну тоже нормально столько она мне прослужила лет верой и правдой мои зрители знают что у меня в доме есть еще одна морозилка где хранится масло и здесь я его замораживаю ну скажем так предварительно потому что она еще мягкая и нужно его подморозить чтобы уже переложить другую морозилку ну и плюс бегать неудобно в дом конечно когда уже будут полные эти ящики будет сложно что-то здесь запихать то придется идти в дом морозил морозилку вертикально тоже перекладываю а пока здесь вот укладывают набиваю вот замораживается масло быстро хранится морозилки долго благо у нас она никогда не задерживается ну вот меня два ящика сегодня будет прям полных и это все за один день за один день ребят я даже сама не ожидал что я осилю такую махину у меня болит поясница я устала но у меня глазами знаете как я готова сделать еще и еще просто вот поясница болит а так если не обращать внимание терпеть в принципе нормально так но вот этот вот у нас полностью не красота так эту оставлю на эту партию который уже до сбивается сейчас все слышу слышу уже да взбивает маслица маслобойка спасибо тебе большое спасибо что работаешь как говорится но все вытаскиваем промываем последнюю партию когда я одна взбиваю масло ну то есть мне никто не помогает допустим формовать его то процесс долгий это все-таки но я успеваю я успеваю от партии до партии вот промыть взвесить сформовать а другая партия допустим сбивается вот сегодня раз я уже наверно группят и вот делаю эту процедуру причем все это делается в ледяной воде руки хоть и перчатках а тем не менее они все равно же в ледяной воде остывают вот я сегодня сколько я сегодня часов этой ледяной воде провела я даже не представляю я даже не считал но сейчас эту последнюю партию доделаю и перейдем в дом ну а вы пока наслаждаетесь так сказать изготовлением деревенской лицезреть наслаждайтесь да сложно сочинить смотрите с удовольствием как я делаю деревенское настоящее натуральное масло из настоящее натуральных экологически чистых сливок вот как они загустевают зато все все переработаю помощь пришла нежданно я тебе должна помогать а не ты мне не справлюсь так ну как мама носит вот и вы таки да конечно так давай только уроки уберешь со стола то как мы с того будем все в муке испачкаем так ну что ставим так вот отлично прямо отлично и на тихий газ так вы мне найдите знаете что дети этот где наша скалку нашу подойдите без скалки мы с вами ничего не сделаем ничего не сделаем без скалки нашей так сейчас все подготовим масло а где масло растительное вон оно а все тоже самое просто то что меня мари отлично да да отличные скалки с германии с германии кстати прислали мои подписчики так теперь смотрите внимательно теперь кто там хотел яичко разбить разбивайте в молочко яичко умеете одно нам яичко нужно по-моему софия хотела нет зачем ты об стол на можно обкрашек вот молодец так а теперь надо взять венчик и помешать муку мы вот так вот просеиваем сразу то есть мы так берем так знаете наверное да тоже хочешь попробовать давай пробуй давай поближе поставим давай о молодец вот лично нолите на треть скорости на четвертую а теперь надо вот так вот оп и поднять теперь опять просеиваем туда сейчас пускай саша попробовать тоже делала ну сашу ну сашу ну сашу осторожно так и вот сейчас его сделаешь да хорошо он согласился тебе помочь теперь опускай и включай да 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 вот молодец вот хорошо отлично так опускайте опускайте и пускай мешает теперь подольше давай еще немножко положение печеньки делали конечно за раз съедается ох надеюсь все получится так будет в тепле рядом с маслицем а маслица наши смотрите какого янтарного цвета красиво под пеночкой пеночка теперь не собираю она мне не мешает топить масло все это процеживается потом когда уже все будет готово видите как процесс проходит спокойно без бурлений без каких-либо кипений просто очень долго томите несколько часов как у нас тут все поднялась можно снять уже пенку с масла так ну что я уложил деток им в школу поэтому тесто мы замесили поздно вот так оно у нас поднялось тут замечательно так хорошо так сейчас посмотрим что у нас получилось ух ух ты когда мне подумала что мне так понравится заниматься тестом вот оно чуть по гуще замешано поднялось так хорошо так вот так вот отлично ребят я сейчас чтоб своих девочек не расстраивать налеплю вот таких вот шариков из которых мы потом уже будем делать всевозможные плюшки ватрушки все что угодно Марина говорила что это тесто даже подходит для пиццы вот я не знаю что мы из него сделаем в итоге так как у меня завтра тоже дел много я хочу вот эти шарики накатать сложить в пакетик и убрать в морозилку вроде как с тестом так можно напишите в комментариях делаете ли впрок тесто я думаю что будет неплохо если я такую сделаю и потом со своими дочками смогу все это слепить то что нужно вот получилось оно просто шикарно посмотрите какое вообще круто и это я сделала своими руками ну почти своих предистанет ну вот деток проводила маленьких накормила бессонная ночь почти что бессонную провела теперь надо прийти в себя и продолжить делать задуманное у меня есть не терзаются смутные сомнения что у меня может не получится что-то с этими пирожками поэтому пока не будут размораживаться мое тесто я наверно сейчас замешу еще и поготовлю пирожки пока дети со школы не пришли а там глядишь они придут и мы продолжим итак приготовила все доступные ингредиенты для приготовления нашего теста значит молочко разбавила горячей водой поэтому не стал тепленьким делаем сладенько 3 столовые ложки одну так сказать чайную и 2 чайные ложки дрожжей тоже все на глаз тоже уже привыкаю потихонечку все делать на глаз Марина вообще делает все руками размешиваем и сейчас растопим топленое масло вот у меня тут они знаете такие остаточки которые после топки масла остались вот так выглядит я их на выпечку пускаю а уже на хранение там совсем другое масло я вам его еще не показывала разливал его Марине поэтому покажу уже готовый результат и начинаем добавлять муку Марина научила готовить это тесто бабушка ну а Марина научила меня я с большим удовольствием теперь это делаю если еще получится то тесто которое я замораживала я вообще буду счастлива мука теперь летит только в путь не успеваю покупать целые упаковки похоже что все шикарно просто шикарно получается гляньте я конечно замесила поменьше чем когда с девочками месила по-моему классно больше мне кажется даже и не надо все мягенькое сползаем сползаем на свое место я вам обо всем этом так рассказываю как будто бы мои зрители не умеют печь я себя чувствую вообще последней женщиной на земле которая научилась печь совсем недавно в 36 лет да но мне все равно так нравится делиться с вами этим рецептом потому что у меня-то начало что-то получаться но вдруг все-таки остались такие девушки как я которые хотели бы, но боятся могли бы, но некому научить ну вот меня научили я, как говорится, не побоялась и вперед сейчас этот час пройдет очень быстро посмотрю пока как размораживаются о нет, они еще они еще заморожены хорошая морозилка вот, ну ладно под пакетиком их оставлю я думаю, что когда они начнут размораживаться они же и будут подходить сразу мы сейчас их немножечко разложим на деревяшечку потому что они у меня тут очень плотно лежат я же в заморозку убирала а по идее они должны подойти будут эти шарики и мы из них сделаем тоже пирожки ну или дети сделают что-нибудь свое от начала до конца а потом как раз переворачиваешь переворачиваешь так вот и опять и катаешь да, да Саша, слишком сильно не раскатывай, пожалуйста не бойся, нажимай прямо, нажимай пополам вот это твой упражненький вот это твой упражненький тоже мне не нравится ты как мама боишься не боишься не боишься так ведь, мама? так, ага уго ты большая, ты смеешь, ты смеешь не боишься, не боишься ты вот скручиваешь прямо, нажимай его ты смотри, видишь, как скручивают потуже а ты смотришь а так давай, давай, давай ой! ой, коток это твоя скалка а не коток Коток это когда катается да, конечно так, мама мне дай эту кисточку я их себе смажу и уберу покрою подходить к коту акуратенький, большой блинчик можно суть покажем? вот, да Смотри-ка, подлинчик получился. Шумки будут. Это живое же тесто, поэтому они должны подойти. Давайте, я вам сможу, москвицу. Можно еще. Сол, поскольку поможет. Готово. Всех научили. Отлично, Саша. Просто молодец. Просто молодец. Да, да, да. Чья она? Я вижу. Я вижу. Поплотнее. И вот так. На, разрезай. Вот наше произведение искусства. Дети. Дети, будете смотреть на плюшки-то? Получились, а? Класс. Смотрите, какие. Настен, смотри, какие плюшки получились. Узнаешь свой? Вот он огромный. Да, ну супер. Вот и сказочке конец. Как ты слушал? Молодец. Молодец. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»